Ну что ж, давайте с вами разберём вопрос ригидной интубации. Вы видите, что у нас немножко изменилась диспозиция в операционной. Появился наш пациент, поскольку живых пациентов мы на них не учимся. Мы учимся сначала на муляжах, поэтому у нас здесь муляж. В руках у меня уже собраны ещё раз жёсткий тубус, оптика, световод, видеокамера 4К. И для вашего удобства будет, конечно, видеокартинка с неё. Перед тем, как осуществить интубацию, мы должны чётко понимать, каким образом у нас будет располагаться пациент. Пациент у нас лежит. То есть интубация изначально ригидной бромскопии выполнялась в положении сиди. Но я думаю, что сейчас уже практически не осталось клиник, где выполняют исследования подместной анестезии в Кериновском кресле. Всё выполняется классически по схеме, тоже немецкой, уже по схеме, которую впервые внедрил доктор Брюнингс и популяризировал в Соединённых Штатах Шевалье Джексон. Это положение пациента на спине. При этом, обратите внимание, у нашего пациента вот здесь имитируется подушечка под изголовьем, под плечами, для того, чтобы создать гиперэкстензию шейного отдела. Для того, чтобы интубировать жёстким тубусом, нам необходимо сделать так, чтобы основные наши ориентиры, эндоскопические, вернее, не наши, а пациенты, конечно же, расположились по одной оси. Это надгортанник, это сама гортань и трахея. Они должны быть собраны по одной линии для того, чтобы жёсткий тубус спокойно мог зайти. Именно для этого мы сейчас будем осуществлять гиперэкстензию, то есть переразгибание шейного отдела. Отсюда следует один немаловажный принцип. Пожалуйста, если вы планируете ригидную бронскопию пациенту, не забывайте спросить у него, нет ли у него проблем с шейным отделом позвоночника, чтобы ненароком ничего ему не повредить. Первым делом мы берём свободную руку, причём интубировать вы можете, кстати, и левой рукой, и правой. Я, к сожалению или к счастью, левша, поэтому правую руку, три пальчика, вот у нас три пальчика свободных, это у нас что, мизинец, безымянный, средний, мы под верхнюю челюсть пациента заводим. Указательный пальчик у нас отводит нижнюю губу, а большой палец служит основанием для вводимого тубуса. И посмотрите, что потом происходит. Сейчас мы с вами осуществим интубацию без клинка. Вы видите, у меня в руках только тубус с оптикой, а вторая рука свободна. Итак, три пальчика вверху, указательный пальчик отвёл губу, большой палец осуществляет фиксацию. Посмотрите, сначала мы вертикально вводим жёсткий тубус, и у нас появляется сразу же первый ориентир увла, то есть мягкое нёбо. Следующий ориентир – это надгортанник. Давайте посмотрим. Вот он, надгортанник. Мы заводим тубус под него, и вот уже у нас появились черпаловидные хрящи, и вход в трахею. Что мы делаем? Мы ратирующими движениями аккуратненько вкручиваемся в трахею. Обратите внимание, что вот такое движение по прямой будет не очень полезно для пациента, потому что мы можем подрезать голосовые складки. Нам необходимо повернуть тубус на 45 градусов, вот с этого примерно времени, и осуществлять аккуратные ратиационные движения. При этом жёсткая оптика должна находиться внутри тубуса. Мы должны контролировать, где находится клюв, потому что клювом жёсткого брахоскопа мы можем очень чётко, очень легко повредить элементы гортани. И основная проблема с безопасностью связана как раз с тем, что мы повреждаем при интубации что-то пациента. Сейчас я выну. Обратите внимание, насколько тяжелее мне осуществлять интубацию жёстким тубусом у пациента не настоящего, а муляжа. Почему? Потому что там пластик достаточно жёсткий, по нему нужно скользить. В реальной жизни, когда у пациента есть слизистое, есть слюноотделение, такого рода интубация проходит намного проще. Мы сейчас сымитировали с помощью геля-лубриканта ситуацию и входим ещё раз. Посмотрите, язычок, надгортанник, тубус заводится под него и после этого вкручивается. Вот сейчас я сделал типичную ошибку. При слишком быстрой интубации у вас может провалиться буквально тубус. И это чревато проблемами для пациента, не для вас. Сначала для пациента, уже потом для вас, в том случае, если пациент будет писать жалобу. Потому что вы, скорее всего, приведёте к тому, что будет повреждена голосовая складка. И посмотрите, у нашего муляжа видно, что голосовые складки потёрты, то есть кто-то уже куда-то там влетал. Поворот тубуса жёсткого на 45 градусов можно в эту сторону, можно в другую сторону. И после этого аккуратненько интубация. И посмотрите, что после этого я делаю. Тубус, клюв укладывается таким образом, чтобы обеспечить максимальный просвет трахеи. Если мы оставим тубус вот так, посмотрите, что будет. Он будет практически полностью приходиться, просвет будет упираться в мембранозную стенку трахеи. Если же мы повернёмся вот так, то и поток воздуха будет. После этого, что мы делаем? Мы укладываем тубус в правый или левый угол рта. Здесь можно затампонировать какой-нибудь марлечкой, какой-нибудь тампончиком, чтобы не сильно травмировать. И интубация завершена. Причём, обратите внимание, мы можем с помощью жёсткого бронхоскопа не подстраиваться под анатомию. Когда мы делаем гибкую эндоскопию, гибкую бронхоскопию, мы подстраиваемся под анатомию пациента. Жёсткий бронхоскоп лишён таких недостатков, он может подстроить анатомию под себя. Предположим, нам необходимо жёсткий тубус завести в правый главный бронх. Мы поворачиваем шею пациента влево, и посмотрите, наш тубус по прямой прекрасно входит в правый главный брох. Необходимо зайти в левый главный брох. Поворачиваем вправо, и совершенно спокойно. Вот так вот сейчас мы повернёмся. Тубус входит в левый главный брох. То есть не забываем о том, что анатомия бронхиального дерева и сама трахея – это достаточно эластичные части. То есть эластичная анатомия. Мы можем чуть-чуть подтягивать, прирастягивать эти бронхи, и, соответственно, за счёт этого легко входить в главные бронхи. Ну уж не говоря о трахее. Итак, на этом разбор интубации без клинка мы закончили. В большем приближении. Три пальчика на верхнюю челюсть. Указательный палец оттягивает губу. Большой палец служит основой. И после этого мы только после этого заводим жёсткий тубус и маятникообразными движениями осуществляем введение нашего бронхоскопа. И потом дальше укладываем в правый или в левый угол рта, в зависимости от того, что вам удобно. У меня левая рука рабочая, поэтому мне удобно левый угол рта. На этом мы закончили разбор в приближении. Субтитры создавал DimaTorzok